7 июля тысячи жителей Ульяновской области отправились в окрестность села Иванов в Костромайнского района, где в комплексе «Булгарская застава» прошел седьмой фестиваль живой истории «Волжский путь». На этом месте он проходит уже второй раз. Довольны мы гости и сами реконструкторы. А главное, второй год подряд фестиваль везет с погодой. Погода сейчас идеальная. И не жарко, дождя нет. Для наших воинов это самое то, когда облачно, можно долго биться. И все пункты программы идут строго по времени. Программа оказалась весьма насыщена. Этой массовой сражения и боей дружины в схватке один на один наибольшее число зрителей привлекли конные соревнования. Хотя в них участвовало всего 4 человека, но зачем, как они рубят капусты и яблоки, метаются с улицы и поднимают платки копьями земли, толпа следила с упоением. Не менее интересной для зрителей была и мирная часть фестиваля. Это ярмарка и конкурс исторического костюма, на который традиционно собираются десятки зрителей, желающих побольше узнать о средневековых нарядах. И, конечно, мастер-классы. В этом году атмосферности им добавило то, что часть мастер-классов проводилась непосредственно в историческом лагере. Так что гости фестиваля могли сначала научиться ткать, делать стеклянные бусы и даже готовить колбасу по средневековым рецептам, а потом, сделав буквально пару шагов в сторону, попасть в лагерь одного из клубов, где готовился обед для тех, кто сейчас бился на ресталище. Все исторично. Капуста, огурчик, масло. Оливковое. Заморское, дорогое. Для праздничного дня припросенные. Волжский путь вполне заслуженно называют крупнейшим событием по Волжье, посвященным раннему Средневековью. Об этом говорит хотя бы география его участников, которые соезжаются с самых разных регионов. Кроме ульяновских клубов, свои лагеря под стенами булгарской заставы в этом году разбили любители истории из Чебоксар, Саранска, Саратова, Пензы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга и других городов. Перевоплощались они в представителей славянских племен, викингов, жителей Западной Европы, Алан и, конечно, наших земляков, волжский Булгар. По признанию участников, посещение Волжского пути для них стало уже доброй традицией. Да, это, наверное, один из самых лучших фестивалей по Волжье, который проводится. Мы в Подказани делаем небольшой фестиваль, но он как бы такой межсобочек. А это в плане открытости, такой душевности, как мы говорим, такой ламповый фестиваль именно для конструкторов, в том числе, который прям приятно каждый раз, очень радует сердце. Музыкальная составляющая тоже была вполне историчной. Участники тульской группы «Лаверден» не только играли старинные мелодии, но и спевали рассказать о них. Хотя в шутку исполнили одни и кавер на рок-хиты, и даже «Калинку-малинку». Всего же погрузиться в атмосферу раннего Средневековья в этом году приехали более 4,5 тысяч человек. Это показывает, что наша древняя история интересна уленовцам, а фестиваль «Волжский путь» нужен людям. Игорь Улидин, новости Управда ТВ.